Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Обязательно ли нужно креститься? Вообще не пойму, о чем идет речь, честно говоря, потому что для чего обязательно нужно креститься? Если речь идет о Царстве Небесном, то в Евангелии написано, что нерожденный от воды и духа Царствие Божие не наследует. А если мы говорим о каких-то других вещах, ну вот папа, мама крещеный, ты обязательно должен быть крещеный. Я думаю, таких обязательств у людей даже или у детей нету, потому что крещение накладывает на человека определенные обязанности. Ну вот вспомним Карла Маркса, который был крещеным, Владимира Ильича Ленина, который был крещеным, даже венчался в заливе с Надеждой Константиновной. Можно вспомнить Иосифа Виссарионовича, который был крещеным человеком, Феликса Ильдамундовича, который был крещеным человеком. Ну много-много персонажей нашей истории можно вспоминать, они все были крещеными. И что это изменило в них? Для чего нужно было вот этим вопросом задаваться, прежде чем их крестить? Обязательно нужно креститься? Не знаю. Если вы купили билет на поезд Чита Москва, не факт, что вы до Москвы доедете. Много очень обстоятельств, которые могут помешать этому процессу. Можно заболеть, можно там нахулиганить, какие-то еще проблемы могут попрепятствовать этим. Но, понимаете, крещение — это билет в Царствие Небесное. Человек получает билет, доедет он до Царства Небесного и не доедет. Зависит и от человека, и от его отношения к Богу, к Христу, от его желания вообще. Нужно оно ему, это Царство Небесное? Или просто так вот крестик на шее висит, обременяя его иногда условностями, которыми он тяготится? Поэтому, ну, немножечко так, если ставить вопрос, можно разъяснять. Для чего? Для того, чтобы наследовать Царство Небесное, да, обязательно надо креститься. Ник, рожденный от воды и Духа, Царство Божие наследует. А для всего остального, вот сейчас на ум пришло два человека. Один пришел ко мне и говорит, батюшка, что мне теперь делать? Я не могу вспомнить, какой у нас был с ним разговор, и он понимает, что я тоже не могу вспомнить. Говорит, помните, я полгода назад у вас крестился перед смертью? Я говорю, и что, не помер? Он говорит, так вот, вроде что-то не помер. Через полгода он пришел, принес мне снимок своих легких. Конечно, я ничего не понимаю в рентгеновских снимках легких, но он, когда показывал мне эту картинку, он говорил, что доктор сказал, что легкие младенцы. Этот человек до сих пор живой, живет у нас, там потом семья его вся покрестилась, деревня там Кентров 50 от Шилки находится. И другого человека вспомнил, который крестился тоже перед смертью, но тому сказали подкрестись, потому что ты все равно помрешь. И вот он покрестился, и как-то вот поменял Господь решение по нему. А второй покрестился, и на следующий день умер. Потому что ему сказали, вот эта бабка не помогла, вот этот экстрасенс не помог, здесь не помогли, иди хотя бы к папу сходи, может быть, там поможет. Если крещение с такими условиями, то, думаю, не поможет. И вот тому почему-то не помогло. Почему? Потому что после крещения опять нужда возникла в какой-то бабке. И как-то вот он не выжил. Так что кто и чем задается, кто и когда задается этим вопросом? Если мы говорим о Царстве Небесном и о желании туда попасть, то креститься надо. Если мы говорим о других каких-то вещах, земных, житейских, банальных, то лучше не рисковать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok